Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшней программы называется так «Щитовидная железа – дирижер нашего организма». Вообще щитовидная железа – это небольшой такой орган, который напоминает по своему строению бабочку. И этот орган продуцирует гормоны, которые, словно батарейки, в нашем организме заставляют работать все системы и органы. Но иногда происходят различные сбои. И вот от чего это происходит? Откуда берутся нарушения в щитовидной железе? Откуда берется это заболевание? На многие вопросы, на эти и на многие другие вопросы, сегодня нам ответит Галина Николаевна Милюкова. Это главный штатный специалист-эндокринолог Министерства захоронения Ульяновской области. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Галина Николаевна, начнем сразу с такого вопроса. Для чего нужна щитовидная железа? И действительно ли она влияет на все системы? То есть сердечно-сосудистую систему, нервную систему, иммунную систему? Расскажите об этом. Да, вы совершенно правы. Щитовидная железа – это орган, который регулирует все виды обмена веществ и работу всех внутренних органов. Орган небольшой, весит всего, в норме щитовидная железа, 20 грамм. Еще она измеряется в объеме, потому что имеет неправильную форму, и объем по специальной формуле высчитывается. Объем щитовидной железы нормальной для женщины – это 18 кубических сантиметров, для мужчин – до 25. Но гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, называются гормон Т4, то есть это гормон тероксин, к которому прикреплено 4 атома йода. И Т3 – это тероксин, к которому 3-йод тиранин, к которому прикреплено 3 атома йода. Они превращаются Т4 в Т3 и помогают, регулируют работу всех внутренних органов. При их нарушении страдает как сердечно-сосудистая, нервная система, так и репродуктивная система, ну и другие наши органы. – Галька, начнем с того, какие должны появиться жалобы, какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он действительно подумал, что вдруг какой-то сбой идет в щитовидной железе. Что должно спровоцировать его обратиться к врачам? – Да, если позволите, я скажу о частоте, с которой встречается это заболевание. – Давайте статистику сначала приведем. – То есть, мы живем в центральной, в средней полосе европейской, восточной части, европейской части нашей страны. И вот в Москве распространенность заболеваний щитовидной железы, в частности гипотириоза, то есть недостаточность щитовидной железы, когда гормонов вырабатывается недостаточно, 6-7%. Но это же, учитывая, что у нас одинаковые условия жизни, можно экстраполировать и на нашу область. – То есть, в принципе, такие же. – И гипотириоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы, это наиболее распространенная патология. Причиной ее является, в первую очередь, это аутоиммунные поражения щитовидной железы. То есть, организм начинает воспринимать свою ткань как чужеродную. Вырабатываются такие белковые тельца, антитела, которые повреждают ткани щитовидной железы. Соответственно, функционирующей ткани становится меньше, и щитовидная железа начинает работать недостаточно. Когда это уже выходит в клиническую стадию, потому что бывает субклинический гипотириоз, когда начальное изменение, начальный недостаток пытается организм как-то устранить, как-то с этим справиться. И клиническая часть. В первую очередь, это более повышенная утомляемость, сонливость, склонность к отекам, замедление ритма сердца, повышение давления именно за счет диастолического, так называемого второго давления, склонность к депрессии, снижение памяти, более быстрая умственная истощаемость, может быть наступление, нарушение цикла у женщин, нарушение репродуктивной функции. То есть, совершенно по всем системам. То есть, совершенно по всем системам. Но это когда заболевание уже выражено. Но нужно его диагностировать на стадии, когда этого не произошло. Кстати, я не сказала, вторая причина – это тяжелый йод-дефицит, тоже приводит к гипотириозу. Вот. Нужно на субклинической. Не когда мы имеем развернутую клиническую картину, и человек уже достаточно серьезно болеет. А до этого. И это на современном этапе сделать достаточно легко. Нужно сделать анализ крови на гормон, который управляет щитовидной железой. Он называется териотропным гормоном, так называемым ТТГ. Часто встречается аббревиатура ТТГ, поэтому это териотропный гормон. Что получается? Есть такой механизм обратной связи. Он часто встречается в медицине. То есть, когда своих гормонов начинает быть недостаточно, даже относительно, в самом начальном периоде ТТГ – гормон, который регулирует щитовидную железу. И, соответственно, если он чувствует, видит, что гормонов стало недостаточно, к нему поступает, вырабатывается он в гипофизе. Он увеличивается для того, чтобы заставлять щитовидную железу вырабатывать гормонов больше. Поэтому начальное повышение ТТГ уже свидетельствует о том, что наступает какое-то снижение функции щитовидной железы, которое требует наблюдения и лечения в том числе. Галина Николаевна, вы уже часть заболеваний назвали. Какие на первом месте, какие на втором, на третьем месте? Если так говорить… И сразу сказать, у мужчин или у женщин, у кого чаще встречается? Ну, вообще, вся патология щитовидной железы считается чаще, встречается у женщин, причем раз в 10 чаще. Но надо сказать, что за последние 20 лет мужчины стали немножко чаще болеть. Ну, считается, что это изменение экологии, образа жизни нашего, всяческие, так сказать, интоксикации на это влияют. Но все равно женщины болеют чаще. Наибольшая вот частота… Ну, пласт какой. Да, наибольшая вот такая в массовом, если говорить о массовом населении, то чаще всего имеет значение йод-дефицит. Мы относимся к региону умеренного йод-дефицита. Ну, две области у нас среднего йод-дефицита, когда проводились исследования в конце прошлого века. Вот. Йод-дефицит, то есть, вот в норме человек, взрослый человек должен в сутки употреблять с пищей 150 микрограмм йода. Это очень немного. Но вот в зоне легкого йод-дефицита мы употребляем где-то от 40 до 80 микрограмм. И если это постоянно, то недостаток йода в пище приводит к тому, что щитовидной железе для того, чтобы синтезировать правильно гормоны, нужно его откуда-то брать. А брать его неоткуда. Поэтому наиболее частая вот проблема – это йод-дефицит. Вот такой умеренный йод-дефицит оценивается потому, в первую очередь реагируют на него дети и подростки. И потому, насколько вот этот, ну, это называется эндемический зоб, то есть щитовидная железа, чтобы вырабатывать гормоны сколько нужно, увеличивается в размерах. Вот. И по частоте распространенности эндемического зоба у подростков можно судить, насколько тяжелая ситуация. Ну и второй момент – это исследование йода в моче, так называемое йодурия. Вот. Если ребенок, подросток, взрослый человек живет в постоянной зоне, находится в постоянном йод-дефиците, то это со временем может привести к нарушению функции щитовидной железы, к ее увеличению развития. Иногда эндемические зоба приобретают очень большие размеры. Развитие узлов в щитовидной железе. Кроме того, в возрасте после 40-45 лет эти узлы могут начинать неправильно вырабатывать гормоны, вырабатывать излишние гормоны. То есть развивается тиреотоксикоз, который требует уже специального серьезного лечения. Ну и в том числе может развиться и гипотиреоз в зоне тяжелого йод-дефицита. Особенно страдают, как я уже сказала, дети и подростки. Причем борьба с этим состоянием достаточно несложная. Достаточно использовать в пищу йодированные продукты. Наиболее массовым и наиболее доступным, наиболее дешевым продуктом является йодированная соль. То есть соль добавляют, ну где-то в среднем это 40-50 микрограмм на килограмм соли. И использование каждый день вот этой соли в пищу практически восполняет тот дефицит йода, который мы недопринимаем с пищей. Конечно, можно попытаться использовать продукты, которые содержат много йода. В первую очередь понятно, что это морские продукты. Но лидером является, лидером и по количеству йода, и по доступности является морская капуста. Ну не все ее любят, но вот как возможно. Она даже кривку такой немножко специфический имеет. Да, йодированный такой. Да, совершенно верно. Морская рыба тоже имеет. Ну все морские, так сказать. Ну то есть морепродукты в целом. Да, но надо учитывать еще что. Вот короткий пример, что, например, креветка содержит 190, 100 грамм креветки, сырой, 190 микрограмм йода. Вроде бы много, да, 100 грамм. Но креветка вареная или жареная уже содержит 15 микрограмм йода. То есть термически. То есть этот йод, он очень летучий, он легко испаряется. Вот, поэтому только продуктами нужно есть очень большое количество морепродуктов. Ну, думать о том, как их термически обработать, чтобы не потерять йод, это все сложно. И, ну, далеко не всем доступно. Поэтому йодированная соль. Ну, в некоторых регионах это йодированный хлеб, йодированное молоко. Но на первом месте, конечно, йодированная соль. Причем те предубеждения, которые существуют, что вот йодированная соль меняет вкус продукта, ну, это не так. Если пробовали вслепую, там, посолить обычной соли, йодированной, и если человек не знает, где такая, где такая, отличие, он по вкусу, даже при консервации, если использовать эту соль, раньше консервировали много, этого нет. Единственная тут особенность в том, что, я сказала, йод летучий продукт, поэтому нужно, йодированная соль должна храниться в герметичной упаковке, вот, и использовать ее уже в конце приготовления пищи. То есть не варить с ней, а уже когда вы готовы выключить, так сказать, прекратить варить, там, тушить, жарить, в это время солить продукт. Вот. И тогда вероятность того, что вы будете иметь йод-дефицит, она снижается до минимума. И, соответственно, все те проблемы. Марикан, вот еще такой вопрос по поводу, вот вы сказали про исследование, да, вот с какого возраста нужно, и с какой кратностью нужно проходить именно вот исследование именно щитовидной железы? Или все-таки это индивидуально, и когда на основании каких-то симптоматики, какую-то симптоматику нам учиться? Ну, считается, что проверить женщине старше 40 лет желательно вот этот анализ на ТТГ. Ежегодно? Сделать. Ну, сделать его однократно для начала, убедиться, что все хорошо, или что, допустим, есть какие-то риски, вот, ну, например, он находится ближе к верхней границе референсного значения. Вот, и потом уже определиться. Кроме того, повторяюсь, раз мы находимся в зоне йод-дефицита, а особенно тем, кто в детском, подростковом возрасте не проводил йодную профилактику, я еще об этом скажу, там уже проводится специальная такая пропорядная йодная профилактика, то есть медицинскими препаратами. Вот. Тому желательно сделать еще и УЗИ щитовидной железы, потому что, ну, после 40-45 лет риск наличия тех или иных узлов в щитовидной железе весьма высокий. Угу. Ну, вот вы уже, раз уж сказали, да давайте все-таки скажем, обозначим, то есть не всегда можно продуктами, да, восполнить йод, да? Ну, далеко не всегда. И по медицинским показаниям, да, индивидуальном подходе, да, то есть обязательно должны быть какие-то личностные такие, да, характеристики заболеваний и все такое прочее, то есть назначаются уже препараты йода, да? То есть это уже какая-то система идет, да, по стандартам? Там, знаете, вот детям и подросткам, в зависимости от возрастной группы, там до 3 лет одна дозировочка, с 3 до 5 лет другая, с 5 до 14, потом от 14 подросткового возраста, там стандартная рекомендация по количеству препарата, который, ну, называется он калийодид, это международное непатентованное именование, разные торговые существуют, индивидуальная для каждой группы дозировка, которую нужно принимать с целью йодной профилактики. Кроме того, йодная профилактика обязательно нужна женщинам, планирующим беременность на период планирования, зачатия, на весь период беременности и на весь период лактации. Это очень важно. У хронических инвестиционных заболеваний, у всех практически, есть факторы риска, которые к ним приводят. Вот заболевания щитовидной железы, тоже, наверное, есть какие-то своеобразные факторы риска, которые, ну, кроме йода-дефицита, которые могут тоже привести. Может быть, это образ жизни, может быть, это какие-то, я не знаю, эндемичные какие-то характеристики, может быть, это генетика, наследственный фактор. Все-таки вот какие-то факторы риска есть, и вообще заболевание-то все-таки генетически обусловлено, или можно его как-то... Считается, что проблемы щитовидной железы недетерминированы генетически с невысокой частотой. То есть, по наследству не передается, в принципе? Нет, передается, но в невысокой доле. Предосположенность. Да, в невысокой доле. Но, конечно, тем, кто имеет среди своих близких родственников несколько человек с проблемой щитовидной железы, у него вероятность выше. Но это далеко не обязательно. Основной фактор – это наличие йод-дефицита. И еще я хочу подчеркнуть, что те признаки, которые я назвала, они ведь совершенно не специфичны. И они могут быть при очень большом количестве заболеваний. Поэтому полагаться на то, что клинически у человека есть, и значит, у него действительно есть проблемы щитовидной железы, нельзя. То есть, нужно обязательно в современном мире, так сказать, это легко и просто, сделать анализ крови на гормоны. Мы еще с вами не сказали о том, что есть обратное состояние – тиреотоксикоз. Со своей симптоматикой встречается реже. Да, реже. Встречается реже. Ну, где-то считается от 1 до 2%. То есть, реже. Но это серьезное заболевание, обязательно требующее лечения. И причиной его могут быть диффузно-токсический зоб, могут быть автономно-функционирующие узлы, как результат нелеченного, так сказать, в первой половине жизни йод-дефицита. Поэтому и там лечение консервативное, но нередко приходится прибегать и к оперативному лечению. И во всем мире сейчас все большее распространение при лечении тиреотоксикоза имеет радио-йод-терапия. Галина Николаевна, но ведь вообще есть такие заболевания, естественно, читательные железы, которые даже визуально видны человека. То есть, там какие-то такие признаки, да? То есть, даже вот мы видим их, как говорится, на лицо, да? Вы хотите сказать, наверное, во-первых, об афтальмопатии, так называемом поражении глаз. Да, тиреотоксикозу диффузно-токсическому зобу, он тоже имеет аутоиммунный характер, и эти антитела влияют не только на саму щитовидную железу, но и на некоторые рецепторы, которые находятся в орбите глаза. И вот таким образом развивается эндокринная афтальмопатия, но она далеко не всегда сопутствующая к тиреотоксикозу. Но, да, действительно, это сразу обращает на себя внимание, и мы можем по каким-то историческим персонажам тоже сказать, что вот они страдали таким заболеванием. Вот. Ну и еще вот мы с вами, третий, то есть мы говорили, оценивается что? Функция, мы с вами поговорили об этом, то есть недостаточность функции, избыточная функция и структура. Строение. Строение. То есть увеличение в размерах, о чем мы сказали, что вот это диффузное может быть увеличение, в первую очередь за счет йод-дефицита, и с течением времени формирование узлов, которые могут принимать очень большие размеры. Галикан, ну узлы, я думаю, это даже вот такая, это как бы отдельный раздел такой, да, нашего разговора. Вот они бывают же, узлы доброкачественные, как правило, да, но все-таки же бывает то, что перерождение этих узлов. Ну, как и любой орган, где угодно может развиться злокачественный процесс. То есть на страже надо быть обязательно. Да, так и щитовидная железа. Ну, считается, что риски онкологического, так сказать, заболевания щитовидной железы от общего количества узлов где-то от 1 до 4%. То есть частота не очень большая, но все-таки это есть, поэтому, конечно, нужно наблюдаться. Ну, как правило, риск, более высокий риск у тех, у кого узлы появились и имеют тенденцию к быстрому росту. Потом есть некоторые анализы гормональные, которые могут, ну, на некоторые виды злокачественных заболеваний помочь в диагностике. Не на все, но на некоторые. Ну, и сейчас весьма доступно такое исследование, причем оно является совершенно рутинным. Оно не представляет какой-то опасности для пациента. Оно, ну, практически сопровождается очень небольшой болью от прокола кожи. Это так называемая тонкоигольная аспирационная биопсия, когда обычной иглой делается прокол, и под контролем УЗИ эта игла попадает в узелок, и оттуда берется, в общем-то, через эту иглу. То есть гистологически рассмотрится все. Да, цитологически. То есть там небольшое количество клеток. И есть специально по тому, какие, по строению этих клеток, есть такая большая классификация, которая позволяет оценить не только наличие онкологии, но и риски онкологии в дальнейшем. Даже начальные стадии, да? Да, даже начальные стадии. Поэтому вот сейчас это доступно, в том числе и в нашей области, и, в общем-то, мы этой диагностикой пользуемся. Галина Калинова, ну, мы с вами обсудили уже методы лечения, препараты, лекарственные препараты, другие методики. Но вот оперативное лечение, как часто к нему прибегают? Ну, вот вы уже обозначили? Да. Вы знаете, вот когда я начинала работать, оперативное лечение было весьма распространено. Ну, тогда не было вот этих цитологических исследований, биопсии было сложно сделать, только большие узлы можно было бесконтрольно пунктировать. Тогда не было каких-то гормональных и более широко. Ну, риск был выше, поэтому... Да, диагностика была чуть на более низком уровне, и тогда чаще было. Сейчас есть строгие показания к оперативному лечению, и оперативное лечение, ну, далеко не часто встречается. Ну, в первую очередь, конечно, это онкология и высокий риск онкологии. Вот, ну, я уже сказала, что процент этих невелик. Это очень большие иногда... Ну, пациент очень долго не обращается, и иногда приходит с очень большим зобом, который уже начинает мешать на шее, давить на шее. Там, здесь много сосудов, нервных разных окончаний. И вот в таких случаях, ну, и иногда это пациенты с диффузно-токсическим зобом или с токсической аденомой, которые, в общем-то, ну, у которых есть противопоказания к проведению радио-йод-терапии. Вот так скажем. В этих случаях проводится оперативное лечение. Тириотоксикоз лечится сейчас вот радио-йод-терапией, то есть это небольшие микродозы радиоактивного йода, которые накапливаются в ткани, которые повышенно функционируют. Вот, и, соответственно, ну, делает ее функционально неактивной. В любом случае, после операции, после радио-йод-терапии, человек получает заместительную терапию эльтероксином. Я позволю себе сказать, что и гипотириоз, ну, любого происхождения, в результате оперативного лечения, аутоиммунного процесса, лечится приемом эльтероксина. Это синтетический гормон щитовидной железы. Причем сам по себе его строение несложное, и синтезировали его легко, и он, в общем-то, ну, достаточно, как сказать, ну, не имеет каких-то дополнительных примесей, которые могли бы... И эффективен очень, да? Да, и эффективен. Соответственно, каждому пациенту подбирается та доза, которая нужна ему, потому что, ну, у кого-то щитовидная железа имеет небольшую недостаточность, у кого-то уже полностью не функционирует. И в зависимости от необходимости этому пациенту подбирается лечение, и он его принимает постоянно. Есть определенные правила приема эльтероксина, чтобы он хорошо работал, но это врач обычно индивидуально пациенту рассказывает. Вот. Не надо бояться этой терапии. Во всяком случае, если есть даже субклинический гипотириоз, женщинам, планирующим беременность, весь период беременности, весь период лактации, прием эльтероксина обязателен. Если женщина должна сделать все для того, чтобы родить здорового ребенка, поэтому прием эльтероксина обязателен. У женщины с гипотириозом, если она не принимает правильную дозу эльтероксина, существует риск, что у ребенка будут те или иные поражения нервной системы, и это, в общем-то, ну, нужно всячески предотвращать, соответственно, правильно лечиться. Галина Николаевна, а вот после оперативного лечения, например, да, вот, может быть, при неуползении каких-то рекомендаций, там, или неизменении образа жизни, там, и так далее, да, не соблюдении каких-то, там, терапевтических показаний, да, там, значение препаратов, все. Может какой-то быть регресс, вот, да, или, например, там, какое-то осложнение, или еще что такое. То есть, вот, насколько послеоперативные все-таки состояния, вот, они отличаются от того, что состояние, которое было до операции? Ну, во-первых, операцию всегда делает хирург, который именно владеет такими операциями, вот. Это первое, что важно исключить, сразу какие-то осложнения и все прочие. Да, то есть хирург никогда не возьмется тот хирург, который такие операции не делает. Он, может быть, прекрасно делает другие операции, но эти операции делает, так сказать, хирург, который этому обучен. И риск каких-то послеоперационных осложнений, он невысокий, но любая операция может иметь какие-то риски. Вы, наверное, хотите еще спросить о риске рецидива. Да, вот сам рецидив может вообще возникнуть вообще даже сам по себе даже. Да, пациент, который идет на операцию, он всегда хочет, чтобы ему какую-то большую часть, какой-то участок щитовидной железы оставили. Но существуют разные заболевания. Когда-то это можно сделать, например, при одиночном узле. А когда-то это не стоит делать, потому что есть вероятность, что из этого небольшого оставленного участка снова вырастет та же самая проблема, которая была. То есть либо узлы, если это был многоузловой зоб, либо это будет опять диффузно-токсический зоб. И пациенту придется повторно подвергаться либо оперативному лечению, либо радио-йод-терапии. Поэтому лучше сделать операцию однократно и потом принимать правильную дозу альтероксина. Ну и сама функция щитовидной железы уже нарушена, да, получается, в принципе? Ну и да, то есть всегда перед операцией взвешиваются все риски и польза. И принимается решение взвешено. Галина Николаевна, а вот насколько можно все-таки, ну мы сказали, что все-таки своеобразная часть населения относится к так называемой группе риска по заболеванию щитовидной железы. Пусть небольшой процент, но все-таки есть, да? Это вот мы сказали генетическая предрасположенность, да? Эндемичные районы по дефициту йода, да? А вот можно как-то все-таки образом жизни или там каким-то там, я не знаю, питанием правильным, там, ну вообще каким-то вот таким поведением своим, да, как бы взять борозды в свои руки, да, и вот все-таки исключить вероятность возникновения заболеваний щитовидной железы. Ну, еще раз вот повторяясь, скажу, что самое распространенное – это заболевания, которые связаны с йод-дефицитом, предупредить их легко, препараты, то есть, ну, питанием – это достаточно сложно. Есть люди, которые могут это сделать, но это единицы. Ну, это, во-первых, надо регулярно жить, постоянно. Да, это надо регулярно, и это, в общем-то… Система такая уже. Да, да, это, ну, это по многим причинам не удается сделать. Ну, любому человеку хочется разнообразия какое-то. Во-первых, разнообразие, во-вторых, ну, одной морской капустой питаться довольно сложно. Физическая активность, Галинка, физическая активность насколько важна? Физическая активность важна в любом случае, да, в любом случае. Я что хочу сказать, что если мы не проводим вот эту йодную профилактику, то вероятность того, что после 40-45 лет мы будем иметь проблемы, связанные с йод-дефицитом, очень высокие. Поэтому нужно в первую очередь внимательно относиться к рекомендациям врачам по йодной профилактике. Вот это очень важно. Это самая большая группа, да? Причем это йодная профилактика. Это и продукты, обогащенные йодом. Это йодная профилактика в так называемых декретированных группах, то есть дети, подростки, планирующие беременные женщины. Вот для них вот эта йодная профилактика, она играет основополагающую роль. Здесь есть два момента. Первое. Население иногда считает, что лучше пить не медицинский препарат, а взять там капельки йода и капнуть. Я хочу сказать, что это крайне вредно, потому что вот одна капля обычного йода, насыщенного раствора, это 500 таблеток йода-марина. Ух ты! Да. То есть мы вызываем блок щитовидной железы, и нужен он... Ну, то есть наоборот, неусприятие будет. ...порочной жизни, да, он никому не нужен. Поэтому ни в коем случае внутрь просто йод, считая, что человек этим наносит себе вред, а не пользу. Это во-первых. Во-вторых, ну, про то, что необходимо принимать продукты, я сказала. Вот. Ну... Ну и выполнять вообще в целом рекомендации, то есть получается, да, вот те, как... То есть, как и при любом заболевании, нужно своевременно обращаться к врачу. Ну, несомненно. Это самое главное, да. Несомненно. Ну и помните вот о этих правилах йодной профилактики. Это уже получается, Галина Николаевна, мы подвели сейчас, мы из программ в программ, у нас такая традиция уже, да, такие добрые пожелания, да. По сути дела, вот сейчас уже были такие пожелания, да, это выполнять рекомендации, да. Ну, и что-то добавьте еще, как от врача, как от крылья. Ну, конечно, всем желаю здоровья. Для здоровья нашей щитовидной железы мы можем сделать сами многое. Вот то, о чем мы говорили, сбалансированное питание и прием препаратов, обогащенных йодом. Вот. И, ну, действительно, правильное отношение к жизни, к физическим нагрузкам, избегать различных вредностей, вот. И тогда жить здоровым. Спасибо большое, Галина Николаевна. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова